Видеоролик создан специально для сайта fb.ru В настоящее время существует масса средств по очистке застарелых жировых пятен, гари, накипи. Причем это может быть агрессивная химия, а могут быть средства натурального происхождения. То, что используется в пищевой промышленности, средства без едкого запаха. Съемные и несъемные ручки. Но даже при наличии такого выбора от труднодоступных мест на нашей кухне никуда не деться. И тут надо потратить намного больше времени для того, чтобы добиться желаемого результата. Я хочу рассказать о ручках на газовой плите, ведь это самое проблемное место нашей печки. Если на вашей плите съемные ручки, то вам очень повезло. Их можно снять и отмочить в средстве для очистки духовки, мыльном растворе, уксусе или лимонной кислоте. После отмачивания ручки достаточно потереть мочалкой или щеткой, и они выглядят как новые. А вот если нет возможности снять ручки, это уже проблема, но вполне решаемая. Давайте рассмотрим несколько вариантов очищения несъемных ручек нашей плиты. Можно приобрести в Хозмаге кальцинированную соду. Мне кажется, она должна быть в наличии у любой домохозяйки. Кальцинированная сода это очень дешевый многофункциональный продукт. Ее главное свойство заключается в том, что она смягчает воду. Ее можно использовать при стирке белья вместо средства от накипи. Но вернемся к плите. Соду необходимо разбавить водой до получения кашицы и протереть ее ручки плиты. В труднодоступных местах можно воспользоваться зубочистками. Этот способ требует времени и физических усилий, но действует на ура. Нашатырный спирт можно приобрести в аптеке. Его разводим водой один к одному. Аккуратно наносим на ручки и смываем теплой водой через 5-7 минут. Не забываем об элементарных мерах предосторожности. Надевать перчатки, использовать респиратор при работе с агрессивной химией, проветривать помещение после уборки. А как ты очищаешь ручки плиты? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Спасибо за просмотр! Продолжение следует...